Так, ну что, коллеги, доброе утро. Я снова рад вас всех приветствовать. Мы продолжаем разговаривать про Deep Learning. И на самом деле мы в прошлый раз говорили о внимании, об attention mechanisms, так сказать, в глубоком обучении. И мы подошли в прошлый раз к самому-самому интересному, к самой мякотке, к тому, что действительно революционизирует в каком-то смысле глубокое обучение сегодня. Ну, сегодня это в последние годы 2-3. Вот, значит, мы говорим сегодня о трансформерах и о механизмах самовнимания, так сказать, как лучше по-русски можете предложить, self-attention. Вот, внимание, которое обращается на сами векторы, которые приходят на вход. Сейчас все объясню, сейчас все станет понятно. И наша задача на сегодня — разобраться в базовой конструкции трансформера. И я должен сказать, что это такой пример архитектуры, которая очень похожа на... Пример архитектуры, которая очень похожа на... Многие примеры в Deep Learning, такие любопытные примеры в Deep Learning, когда на самом деле формально понять, что там происходит, очень легко. Вот, мы сегодня поймем, там ничего хитрого. Одну матрицу на другую умножили, что-то получилось. И даже интуитивно понять, чего как бы хочется от этого трансформера, тоже легко. Там эти матрицы будут иметь довольно понятную структуру, и эти матрицы будут довольно понятные вещи как бы интуитивно выражать. Какие-то запросы, ключи, мы что-то ищем, комбинируем значения, attention, все такое. Но вот почему это вдруг работает, это, конечно, магия. Это та самая магия Deep Learning, которая для меня остается пока в некотором смысле загадочной. То есть, как бы интуитивно понятно, чего хочется выразить этими матрицами. Вот, чего совершенно непонятно, это с какой стати они вдруг начинают это действительно выражать. То есть, с какой стати вдруг эти матрицы весов, которые, ну, по сути, просто матрицы весов, да, мы просто умножаем одну, один вектор на другой, вторую матрицу на третью, и с какой стати вдруг они начинают иметь смысл, и вдруг начинают работать гораздо лучше, чем все, что было раньше. И это для меня загадка, но в этом и интересно. А по сути, по сути, трансформеры появились где-то в конце, мне кажется, 2017 года. Давайте я, наверное, начну со слайда. Да, в конце 2017 года там была статья знаменитая от исследователей из Google в Осване с коллегами «Attention is all you need». И прелесть трансформера архитектуры была в том, что мы как бы, ну, вот, все, что мы до сих пор изучали про «Attention», это сводилось к тому, что «Attention» — это такая вспомогательная маленькая сеточка в какой-то более серьезной архитектуре. Например, там, вот, чем мы в прошлый раз закончили, там, «Show with tend and tell». Там была сверточная сеть, которая делала какие-то признаки, потом «Attention» говорил, как эти признаки скомбинировать, а потом была рекуррентная сеть, которая из этих комбинаций разворачивала обратно текст. То есть «Attention Network» была как бы маленькой частью всей архитектуры, хотя, как выясняется, довольно важно. А в 2017 году вот в Осване он сказал, что «А давайте попробуем сделать сеть, которая основана исключительно на механизме внимания». Понятно, что не то, что я сейчас это сказал, сразу стало понятно, как это сделать, но, тем не менее, вот держите в голове, что фактически все, что мы сейчас будем делать, это, ну, по сути, один большой механизм внимания. То есть там кроме «Attention» в общем ничего нет, и там нет не то, что рекуррентной части, там нет даже сверточной части. По сути, «Fit Forward» — полносвязные слои, но не совсем полносвязные, а типа полносвязные с вниманием. Вот. И оказывается, что этого вполне достаточно, чтобы перевернуть мир, чтобы генерировать тексты лучше людей и все такое прочее. Вот. Значит, как же это все работает? Ну, я на самом деле… Какой план? Я начну с базового трансформера, который был вот в конце 2017-го, а потом расскажу, как он изменялся и как бы на что он… что происходило. Там, на самом деле, базовый трансформер — это архитектура типа «Encoder-Decoder», и потом, если оставить от нее только «Encoder» часть, то получится «Bert», а если только «Decoder» часть, то получится «GPT», два таких основных семейства моделей, в которые это все стало развиваться. Вот. Но давайте сначала про базовый, потому что он как бы соединяет в себе все. А здесь действительно «Encoder-Decoder-Архитектура», и в исходной статье 2017-го года трансформер применялся к задаче машинного перевода. То есть это sequence-to-sequence задача на входе, скажем, предложения, на выходе перевода этого предложения. И как это работает? Мы сначала «Encoder» превращаем предложение в какой-то вектор, а потом «Decoder» постепенно одно за другим генерируем слова-ответ. То есть вот эта базовая структура «Encoder-Decoder-WithAttention» она остается с нами. То есть вот это представление, я неправильно сказал, мы не в вектор превращаем, а мы просто довольно долго и интересно производим векторы каждого из слов этого входного предложения. Тут будет целая матрица на выходе. А потом вот здесь в декодере происходит еще и такой обычный attention-механизм поверх этих векторов. Ну, сейчас дойдем, сейчас все будет и формально тоже ясно. Вот. И там, значит, что происходит внутри? Вот теперь, наверное, надо пойти на доску и попробовать это дело объяснить, потому что это не так уж, чтобы совсем просто. Ой. Значит, смотрите. Ну, вот как бы из чего состоит, например, «Encoder» в трансформере? Ну, там есть какое-то входное предложение. Там «Мама мыла раму». И, значит, тут есть слои. Тут есть слои. Этих слоев несколько. Ну, давайте так, значит, тут «Encoder». Вот. Из «Encoder» должны выйти векторы для каждого из этих слов. «Encoder» на самом деле — это несколько слоев, ну, вот таких вот «Encoder» layers, каждый из которых производит, получает на вход векторы и производит тоже последовательность векторов. Ну, сколько их это детали? Тут как бы в исходном было, по-моему, шесть, потом быстро стало типа 12, но не сто, не сто. То есть типа десяток таких вот «Encoder» layers. А, ну, перед ними тут стоит, значит, слой такой немножко особенный, который делает имбеддинги. И к нему мы вернемся чуть позже. Он не просто там ходит, а какой-нибудь word-to-vector встает из памяти, он еще добавляет там «Positional encorings», еще что-то. То есть там есть про что поговорить, но этот слой давайте оставлю на потом. Пока будем считать, что вот слова превратились в какие-то векторы, да, какой-то длины. А дальше самое интересное — это вот эти сколько-то слоев «Encoder», которые последовательно эти векторы перемалывают. Причем, ну, по сути, эти слои будут устроены так, чтобы на входе и выходе тенсора были одинаковые, чтобы их можно было стекать как угодно. Вот. И, значит, так, что я тут еще хотел сказать? Да, как устроен вот этот один слой вот этого «Encoder»? То есть вот дальше разворачиваем. Один слой «Encoder» устроен на самом деле не очень хитро. Тут есть Z1, там, ну, нет, дайте, не задайте. x на входе, x1, x2, там, x, ну, как n, наверное, давайте, n. x1, x2, xn на входе. Они проходят через слой self-attention. Вот это самое интересное, про это мы будем говорить. Вот. Получаются какие-то векторы. Потом они проходят через такой полносвязный слой. Ну, то есть это типа с общими весами. Тут просто одно и то же преобразование к ним производится. И вот получаются выходы. И еще там есть... Сейчас я давайте сам уже, конечно, не помню. Это действительно детали. Там есть еще эти самые residual connections. Давайте я их нарисую для полноты картины. То есть вот это еще идет в обход. И вот это идет в обход. И вот это идет в обход. И вот тут тоже есть, конечно, свобход. Вот так. Ну, это не супер принципиально. В смысле, ну, это важно без этого. Типа хуже будет работать. Но это, конечно, не самая интересная часть этой архитектуры. Вот. То есть вот примерно так выглядит. Ну, и там еще нормализация какая-то тоже происходит. То есть вот после этого плюсика тут еще есть нормализация. Но, опять же, это далеко не самое интересное. Вот. А самое интересное, это, конечно, то, что происходит в этом self-attention слое. Значит, что же там? Ну, давайте будем потихоньку разбираться. Как мы будем разбираться? Давайте я сначала опишу вот какую штуку. Как бы... Вот смотрите, у нас на входе... Давайте я сначала опишу один элемент этого self-attention блока, потом их станет несколько. Значит, на входе у нас векторы x1, x2, xn. Вот первое, что мы с ними делаем, мы превращаем каждый вектор x в сразу три вектора. И вот сейчас начнется какая-то такая интуитивная мотивация, которая, ну, имеет смысл. Но почему вдруг так именно и работает, немножко загадка. Но тем не менее. Мы превращаем их в векторы q, k и v, каждый. И вот эти векторы q, k и v, они так называются, потому что их смысл в том, что q – это query запрос, k – это ключ, key, а v – это value. v, да, и дальше с ними будет происходить... Вот, собственно, в чем сам self-attention заключается. С ними будет происходить нечто довольно-таки аналогичное, довольно-таки аналогичное тому, что происходит, ну, в information retrieval, когда вы посылаете какой-то запрос, там, ищете по нему ответ и так далее. То есть смысл в чем? Мы хотим, мы хотим, как бы, чтобы в итоге в вектор, там, соответствующий x2, например, собрались все остальные тоже векторы, ну, может, и сам v2 тоже, собрались все остальные векторы, но не просто так, а с весами соответствующими, вот это self-attention как раз, с весами соответствующими тому, насколько им надо собираться, да, то есть чтобы был какой-то механизм, который их складывает именно с определенными весами, которые, значит, ну, с этим влиянием, которое тоже можно обучить. Вот. А откуда эти веса, это влияние берется? А оно берется из соответствия между ключами и запросами. То есть, грубо говоря, как работает, ну, я не знаю, как работает поиск, как работает, там, какой-нибудь Google, ну, он, конечно, сложнее работает, но на самом базовом понятии. У меня есть запрос, да, и у меня, значит, есть для каждого элемента в базе данных, как работает поиск по обычной базе данных. Вот. А для каждого элемента в базе данных у меня есть ключ и значение. И я как бы сравниваю запрос с ключом, то есть у меня есть способ быстро посчитать, насколько запрос соответствует ключу, а потом я типа сортирую по вот этому результату, который в Information Retrieval будет называться релевантностью, скорее всего, и выдаю, собственно, значение. Значение, оно может не соответствовать запросу, тут как бы это разные объекты. Ну, вот, в принципе, то же самое и здесь. То есть здесь Q — это вектор какой-то размерности. Вот сейчас я вспомню, какой. Ну, давайте, у меня будут X размерности D, а, значит, Q будут размерности M. Ключи тогда тоже должны быть размерности M. А в L могут быть другой формально, хотя обычно они одинаковые, но формально могут быть и другой, пусть будет L. Вот. А тогда смотрите, что получается. Тогда ключ, там, Q и T — это и K и T — это векторы длины M, а вот этот самый типорелевантность — это просто их скалярное произведение, вот насколько они как бы близки. Q умножить на K. Вот. И, в принципе, в информационном поиске, как правило, нечто подобное тоже происходит. Вот. То есть там тоже есть какое-нибудь векторное представление, в котором можно... Вектора нормированы, и можно просто взять скалярное произведение, и все будет само собой работать. Это очень удобное представление, потому что теперь, видите, если у меня сразу много ключей, то я могу посчитать все релевантности сразу, умножив просто матрицу на вектор. А матрицу на вектор, как мы знаем, умножать приятно. Это хорошо оптимизированная операция. Вот. Ну и, собственно, единственная разница, единственное дополнение в трансформере будет в том, что нам не просто отранжировать надо, нам надо построить комбинацию вот этих значений, векторов значений. И эта комбинация значений получается... Ну, она желательно, чтобы была выпуклая, чтобы там ничего не взрывалось. То есть надо потом еще вот эти значения релевантности отнормировать, чтобы они в сумме единицы давали. Но, вы знаете, это тоже довольно легко делается в нейронных сетях. На это есть у нас Softmax. То есть получается вот такая история, что какой-то x и t1, давайте пока про один поговорим, он сначала превращается в запрос qi. Вот я беру его там в соответствующий вектор q. Потом я смотрю на всевозможные ключи других векторов, включаю и сам it, это не страшно. Вот я умножаю q и t скалярно на каждый из этих векторов. q и t на k1, q и t на k2, q и t на kn. А потом каждый из этих векторов... Значит, потом я пропускаю это через Softmax. Ну, тут уже... Ну, ладно, тут я уже не буду прессовать отдельно, потому что Softmax должен их все вместе собрать. Поэтому дальше я просто вспоминаю, что к этим k еще приложены векторы v. Ключи и значения есть. И вот, собственно, ответ... Ну, такой пока промежуточный ответ. Давайте там как-нибудь z и t его назову. Промежуточный ответ... Нет, z плохо, z у меня будет занято. Ну, давайте, не знаю, y и t его назову. Промежуточный ответ y и t... Это типа, получается, сумма по g от 1 до n, а Softmax от q и t на k g и t умножить на v g и t. То есть вот это... Это и есть веса самовнимания, так сказать, self-attention weights. И с этими весами я складываю... Но обратите внимание, я как бы складываю не x, а я складываю тоже какие-то векторы значений, которые из этих x как-то получились. Вот. Ну, хочется сказать, вот и все. На самом деле, нет, конечно, еще не все. А теперь давайте посмотрим, значит, как это... Как это реализуется. То есть вот я написал, что происходит с одним x, да, но в реальности, конечно, у меня x... У меня x много. У меня x много. Много-много-много x. Сейчас дайте сообразу. А, я еще, знаете, что пропустил? Да, я еще пропустил. Прежде чем брать Softmax... Это техническая деталь. Но, да, прежде чем брать Softmax, вот еще надо бы отнормировать. Опять же, чтобы не слишком большие значения по модулю получались, вот нормировать, вот, скалярное, извините, это же как бы сумма m случайных чисел, но вот на корень из m надо поделить, чтобы она вернулась к масштабу. Вот. Ну, это мелочь. Вот. А вот такая получается формула. И, значит, что дальше получается? Да, ну теперь давайте я все это запишу в матричном виде, как то, что происходит со всеми x. То есть сначала у меня есть матрица... Давайте другим цветом. Сначала у меня есть матрица x, которая состоит... Вот сейчас я, конечно, запутаюсь в этом строчке, а где столбцы, но, предположим, состоит из строчек x и t. Потом эта матрица x превращается в три матрицы. Q, которая состоит из Q и тих, K, которая состоит из K и тих, и V, которая состоит из V и тих. И теперь мне надо написать, что такое... Что такое матрица A и житых. Значит, мне надо Q и т скалярно умножить на K и житые. То есть... Ага. То есть мне надо написать Q на K транспонированное. И вот это будет матрица из A и житых. И потом, если... Ну, там один на корень из M, потом softmax, да... Вот, получается... Ну, softmax по... Соответственно, чему там... По строчкам. Нет. По столбцам. По строчкам. Объясните, пожалуйста, почему делить все-таки на корень из M, а не на M? Ну, как отнормировать сумму M случайных чисел порядка единицы, чтобы опять получилось число порядка единицы? Сколько пройдет точка, если она будет случайно блуждать M шагов, то влево, то вправо? Ну, в среднем она пройдет что-то типа корня из M. Ага. Ну, в смысле, элементы векторов, они же могут быть и отрицательными тоже. Ну да, конечно. Вот, поэтому... Нормировка такая. Значит, да, и вот смотрите, что у меня тут получается. У меня тут получается... Вот в этом я пока что уверен, но теперь у меня матрица, в которой на и житом месте стоит A и житая. И теперь я должен как-то это умножить... А, нет, нормально. Я просто на V так и умножаю на V, и все получается, кажется. Давайте я проверю размерности. Значит, X — это N на D, Q — это N на M, K — это тоже N на M, а V — это N, давайте, на L. Да, у меня это так вроде писал. Тогда здесь получается N на N. Ну, и да, надо умножить просто на N на L. Да, все правильно. Вот. Извините, а разве не Q надо транспонировать? Ведь там у вас всегда было Q, QV-то транспонировано, я как житая. Нет, смотрите, я хочу QE-то умножить скалярно на K-житая. Для этого мне нужно строчку умножать на столбец. Вот. Ну, как бы это... Я тоже все время путаюсь. Я всегда распутываюсь, когда я пишу размерности, потому что тут все понятно. Мне нужно... А и житые, они как бы... Каждый входной вектор как соответствует другому входному вектору. То есть у меня должна получиться матрица именно N на N. Ну, и тогда понятно, как их составить. Значит, вот, Q на K-транспонированное. И softmax, softmax, softmax. Ну, вроде все. Вот. То есть вот это получилась наша матрица Z на выходе. Значит, смотрите. Не Z, пока Y. Сейчас до Z дойдем. Значит, то есть что такое матрица Y получилась? Это получилась матрица размера N на L. Да? И вот здесь вот там Y, это вот там какая-то выпуклая комбинация векторов значения weight. Хорошо. А теперь значит, что дальше с этим... А нет, еще не совсем-то дальше с этим происходит. Теперь смотрите. Вот все, что я вам сейчас сказал, вот все, что я вам сейчас сказал, это на самом деле одна карта внимания. Называется, да. Один self-attention map. А их там много. То есть их, ну, много, несколько. Типа там в оригинальном трансформе, по-моему, 8. Вот. То есть на самом деле вот это все происходит 8 раз, условно говоря. То есть давайте я какой-нибудь сейчас совсем отдельный цвет выберу. Вот зеленого тут нету. И скажу, что вообще у меня этих карт там, ну, чтобы со слайдами совпало, от нулевой до седьмой. Да. И на самом деле то, что здесь написано, x-то один и тот же, но из него получается 8 раз разные тройки этих матриц q, k и v. То есть это q, st, k, st и v, st. И получается, соответственно, y, st. Вот. А операция-то именно такая, все-все нормальное. И тут тоже это q, st, k, st, v, st и y, st. И вот, когда я получил там 8 разных y, дальше происходит такая довольно нехитрая операция. Вот у меня здесь получается, что есть y1, y, ну, y0, y7, условно говоря. Ну, надо было, конечно, буквы ввести. Ну, ладно. Значит, что я с ними делаю? Я их просто конкатенирую тупо. То есть у меня получается теперь такая длинная матрица. Тут n, а тут 8l, да? Вот. Которая делится на 8 частей. Здесь, значит, просто y и t1, там y и t2, y и t0, y и t1, y и t7. Не знаю, почему они с нуля номеруют, но на всех слайдах у меня с нуля, поэтому буду уж придерживаться. Вот y и t7. И, а потом, смотрите, у меня получилось, что каждый вектор представляется в виде, каждый вход представляется в виде вектора длины 8l, а мне надо вернуть обратно к d. Ну, вот для этого и нужен вот этот полносвязный слой, который я писал. то есть дальше здесь будет происходить... А, нет, подождите. Не, не для этого нужно. Там этот полносвязный слой, он потом еще отдельно. Вот. Но здесь тоже есть полносвязный слой. То есть дальше мы просто умножаем это на какую-то матрицу размера, там, по-моему, W, O она называется, от слова output, вот, на матрицу размера 8l на d, и получается... То есть опять они могут перемешаться в этот момент. И вот теперь уже получается z. То есть вот теперь выход этого слоя. Это опять матрица размера n на d, у которой к каждой позиции входа и соответствует вектор длины d. И это значит, что теперь мы можем повторить это все сначала. Ну, в реальности там не совсем повторяется сначала, там дальше еще вот этот residual connection, потом еще полносвязный слой, потом еще residual connection, но это уже детали. Вот это все нам знакомо, а самое интересное вот здесь происходит. Вот. То есть вот такая история с тем, как это работает. И теперь давайте сообразим, что здесь, собственно, надо обучать. То есть где здесь веса и что мы обучаем, да, когда мы обучаем трансформер. И как, и откуда берутся, ну, это один и тот же вопрос, откуда берутся эти матрицы Q, K и V. Вот это пока загадочное место, я просто сказал, берутся. На самом деле они не очень хитрым образом берутся. То есть вот у меня на входе X. И по сути, чтобы произвести там Q1, Q0, V0, K0, я просто беру и умножаю X на какую-нибудь матрицу. Так, ну, если я хочу M на M, то я должен слева, справа умножить. X на матрицу, там, W, Q0, и это будет Q0. Там X на W, K0, это будет V0. И X на W, V0, это будет K0, и это будет V0. Ну, и так, типа, 7 раз, 8 раз, и это там X на W7, Q это Q7, X на W7, V это V7. То есть, вот, дальше с ними происходит вот эта вот довольно детерминированная операция, в которой весов нету. И дальше еще есть вот эта, вот эта матрица. Это тоже веса. То есть, по сути, в трансформере получаются вот какие-какие веса, в трансформере. Получаются матрицы W, S, Q, W, S, V, K, и W, S, V для S0 до, там, не знаю, S большое минус 1, и еще матрица W, O. Соответственно, эти товарищи размером, боже мой, N, нет, не N, D на M. Эти товарищи размером D на M, это D на M, это D на L, и это, там, условно, S на L на D. Вот. Ну, это я просто так пишу. Это, конечно, неважно, и конкретное значение всех этих D, M и L могут изменяться в архитектуре, в архитектуре. Но смысл в том, что не так уж и много чего надо обучать в таком self-attention слое. То есть, всего лишь 4 матрицы весов. И дело даже не столько в том, что тут мало весов, хотя их, типа, там, в 2 раза меньше, чем если бы тут была LSTM-ка, сколько в том, что они все работают очень быстро и просто. То есть, как бы здесь нету никаких последовательных операций, как было бы в рекуррентной сети. А здесь даже и сверток нету, которые было бы легко применить, надо долго обучать. Здесь, на самом деле, ну, фактически, что мы делаем? Вот у нас первый слой матричных операций, когда мы из XA делаем Q, K и V. Ну и, конечно, на самом деле, я пишу это отдельно, потому что они семантически разные, но, конечно, в имплементации это одна матрица, просто она размера, там, D на M, 2M плюс L. Вот. То есть, значит, вот это одно матричное умножение. Ой, нет, даже, наверное, знаете, даже, наверное, умножить на 2M плюс L и умножить на, там, S. То есть, это один трехмерный тензор, который делает сразу вот это все, да, делает S раз по 3 матрицы. Потом еще два тензорных умножения, ну, еще тензорное умножение, потом softmax, потом еще тензорное умножение, и потом еще одно тензорное умножение, и, в общем-то, все. То есть, вот self-attention, это там какие-то, типа, 5-6 матричных операций, тензорных, которые идут друг со другом. Это супербыстро. Это гораздо быстрее, чем все эти сложные архитектуры, которые мы с вами изучали раньше. Вот. Так, значит, что я еще должен сказать? А, еще я вот что должен сказать. Это я все говорил про энкодер. А еще там есть декодер. Значит, декодер, это на самом деле очень похожая штука, но там еще надо как-то учесть то, что получается из энкодера. То есть, давайте, вот мы это все, типа, реализовали, типа, поняли. Что у нас получается тогда после всего-всего-всего на выходе из энкодера? У нас получается, что, когда я подаю на вход, там, вход длины n, вот тут весь этот энкодер проходит, в котором много этих слоев и так далее, на выходе получаются, ну, какие-то векторы z1, zn. Для каждого, для каждого элемента входной последовательности получается вектор длины d, и вот это выход энкодера. Значит, что тогда в декодере происходит? Ну, смотрите, значит, декодер, он, в принципе, тоже занимается тем, что пишет последовательность. То есть, в каждый момент времени входом декодера в каждый момент времени входом декодера являются те у, у меня уже буквы заканчиваются, у, что там, r, те у, которые он уже написал, да, формально на вход тут надо подавать последовательность опять длины всей, потому что, ну, видите, здесь все-таки вход в трансформеры фиксированной длины, иначе, иначе непонятно, иначе эти матрицы весов непостоянного размера, и все это как-то непонятно. То есть, все-таки входы в трансформерах, они фиксированы длины, но, значит, у декодера, как это, как это обойти эту проблему, надо, короче, сделать все то же самое, но с масками, смотрите, то есть, как устроен один слой, один слой. В смысле, размер одного икса или количество иксов? Количество иксов. Ну, размер икса, конечно, тоже. Размер? Ну, да. Там, вроде, n не фигурировал уже размер на всех матрицах весов. А, подождите, может быть, я права. Сейчас, дайте, соображу, а что будет плохо если иксов? Переменное число. Сейчас, но проблема такая есть, а почему, почему она меня, почему она нас беспокоит? Да, слушайте, вы правы, сейчас. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Почему она нас беспокоит? Беспокоит. Беспокоит. Да, хорошо вопрос. Да, n, конечно, не фигурирует. Не, не, хороший вопрос. Не уверен. Не уверен. Не уверен. Сейчас, Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Сейчас, хорошо. Предположим, на вход, вход может быть переменной длины, но что будет, если я каждый раз буду менять размерности кодера при генерации каждого следующего? Слушайте, хороший вопрос. Я так даже сходу и не знаю. сейчас тоже, наверное, загляну в какой-нибудь источник. Хотя, боюсь, что я вряд ли найду это сходу. Значит, так, декодер, 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 и что, да, так, сейчас, извините, ради бога, но вопрос действительно разумный. и... Ну да, конечно, сходу я... Знаете, что мне кажется в реальности происходит? Нет, тоже не понимаю. Ну, я могу сказать, что происходит в реальности, но мне прямо действительно сходу непонятно, почему оно так происходит в реальности. Значит, смотрите, что происходит в реальности. В реальности есть какая-то длина входа и какая-то длина выхода. Тут, кстати, зря я n написал, тут, конечно, не n, а какой-то, ну ладно, дайте n штрих. Типа, если это перевод, то вот входное предложение, вот должно быть выходное предложение. И каждый раз, когда мы... Так, сейчас... Та-та-та-та-та-там, па-па-пам, 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 па-па-пам... Ну, как бы, да. Странно. Да, ладно, видимо, я сейчас за две минуты не найду ответ на этот вопрос, но, в общем, как это реально работает, реально вот декодер в каждый момент времени должен произвести там какой-нибудь очередной на выходе yr плюс первый, да. Вот. И было бы неплохо, то есть, он смотрит на предыдущие элементы, которые он уже произвел в этот момент, и было бы неплохо, чтобы он не смотрел на последующие элементы. и вот как бы это реализуется не, как вы спросили, через изменение размерности входа, и я действительно, наверное, сходу не могу предложить, почему, но может быть, из-за просто каких-то соображений эффективности, но я тоже так сходу не могу объяснить, какие тут соображения. Вот. А это реализуется так, что вот здесь есть, когда здесь self-attention слой происходит, здесь есть self-attention слой в одном элементе декодера, то этот self-attention слой смотрит, как он устроен, он устроен так, это softmax не просто от Q на K на корень из M, а softmax от замаскированного Q на K транспонированного на V, где вот эта маска, она просто все все веса внимания к более поздним словам приравнивает нулю. Вот. И да, я так сходу, наверное, не знаю, почему бы не просто обрезать последовательность, но может быть есть какая-то причина. Ладно, давайте не буду сейчас третий время, попробую эту причину выяснить потом, к следующему разу. Или вы выясните и расскажите. Вот. Ну да ладно. Короче, есть такое дело, что мы даем на вход сразу всю последовательность, но потом маскируем те входы, на которые мы пока еще не должны смотреть. Вот. Но на самом деле один слой декодера, он, вот тут их как бы несколько, там их сколько-то штук, вот, один слой декодера, он состоит не только из self-attention и fully-connected слоя, как в энкодере, а еще он должен каким-то образом учесть, что из энкодера приходит. То есть здесь дальше слой внимания с учетом декодера, куда приходят все вот эти векторы. И на самом деле вот этот слой устроен ровно точно так же, как слой self-attention с той лишь разницей, что теперь так, и теперь методы тоже надо вспомнить, конечно. с какой разницей. С той лишь разницей, что теперь блин, что-то приходит из одного, а что-то из другого. Сейчас что-то я не очень помню хорошо, что происходит. Так, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да. Ага, да, значит, с той лишь разницей, что теперь вот из этих z-ов из энкодера берутся k и v, ой, k и q, а v берутся, нет, наоборот, да, k и v, правильно, k и v берутся из энкодера, а запросы q берутся из декодера, то есть вот из этих предыдущих элементов. То есть теперь у меня как бы два разных вектора, они оба длины d, для каждой позиции и нет, подождите, что значит для каждой позиции, а, нет, 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 не так, сейчас, нет, так, все верно, извините, нет, опять неверно, что ж такое, а как это, видите, как это получается, теперь у меня размерности не совпадают, значит, да, то есть, вот смотрите, здесь у меня на входе и греки, здесь у меня на выходе, ну, как бы тоже, давайте условно назову их игреками, их, их тут тоже типа много, но они тоже замаскированы, короче, из них там r имеют значение, но вот это n штрих и вот это n, это разные n, конечно, да, и, и, а теперь вообще вехтор очень длинный, из всех z, и еще всех y, нет, а теперь смотрите, а теперь у меня на входе есть и z, z1, zn, и y, y1, yn штрих, да, и я хочу умножать y на свои матрицы и получать там q1, qn штрих, а z на свои матрицы и получать там k1, а, это все-таки не важно, да, вы правы, k1, kn, v1, vn, да, и потом каждый запрос, ну да, это все-таки не важно, и потом для каждой позиции от 1 dn штрих я строю softmax от, ну там, что там, 1 на корень из r, видимо, теперь умножить на маску от q на k транспонированное на v, но теперь у меня q имеет размер q имеет размер n штрих на, что там у меня было, m, k имеет размер m на n, и v имеет размер, то есть вот это получается n штрих на n, да, это внимание на z, да, и v имеет размер n на сколько надо, l, вот, и тогда, да, и на выходе получается n штрих на l, да, это тут проблемы нет, тут действительно все хорошо, вот, вот так, есть, там есть матрицы w, которые все перемешивают, есть, есть, там есть матрицы, которые все перемешивают, когда мы не сломаем, то, что y, кажется, не должно зависеть от следующих, а все, вот, вот, когда я здесь эту маску вставил, у меня уже вся зависимость пропала, тут вот в этот результат уже никак не входит yRT, ну, типа, в этих линейных комбинациях все позиции, все, 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 все компоненты равны нулю, начиная с r плюс 1. то есть все, все выходы для всех n' для всех элементов от 1 до n' зависят только от первых r. Ну да, хорошо, но когда мы перемешаем их всех там с w, то они перемешаются. Они перемешаются. Ну, ну и что? Ну, они все равно будут зависеть только от y нужных. Ладно, я вопрос понял, я, конечно, не помню. Давайте я проверю, есть ли там еще одна маска. Но мне казалось, что нет. поэтому давайте я проверю. Так, да, тут нету больше маски. Маска одна. Сначала это важно, потом это важно. Так нет, в смысле, нам это важно и мы это обеспечили. Ну, вот, вот, вот результат вот этого, вот эта матрица, которая там, не знаю, уже не знаю, как ее назвать, матрица, там, y' она уже зависит только от y1, yr. Потом можно с ней делать все что угодно, но все равно будет зависеть только от y1 и yr. а мы еще вот на вход подаем, а, то что из декодера вышло на самом последнем слое? на все слои декодера мы подаем вот эти последние верторы. тут я более-менее уверен. да-да-да-да-да-да. Вот, и на самом деле осталось одно маленькое замечание, такое техническое, но любопытное. Замечание такое, вот, это очень эффективная, прикольная архитектура, но так получается, что она забывает порядок слов, да, то есть она забывает, ну, как бы мы просто умножаем на матрицы, и это хорошо, то есть нам, вот если бы мы обрабатывали рекуррентной сетью, то нам пришлось бы каждый раз, когда, сейчас, если бы мы обрабатывали рекуррентной сетью, то нам пришлось бы каждый раз, когда мы хотим, там, скажем, чтобы слово мама повлияло на слово раму, проходить через слово мыло, да, то есть нам это, и это влияние, оно бы затухало со временем, там сильнее или слабее, и в общем это было бы, то есть длинные зависимости, там, рекуррентной конструкции было бы сложно реализовать. Здесь нет вообще никакой проблемы с этими зависимостями, то есть пока это помещается в n, да, тут есть типа предел контекста некий, больше которого у нас там, не знаю, в память не поместится, но пока мы помещаемся в n, нет никакой проблемы первому слову посмотреть на n, это делается за один шаг, тут нету вот этого, пути от одного, из одного места в другое. Вот, но обратная сторона этой эффективности заключается в том, что получается, что как бы порядок слов становится неважным, то есть вот в этой конструкции здесь нигде не видно вообще, какое слово за каким следует, тут просто какая-то выпуклая комбинация, и результат этой выпуклой комбинации не знает, какой v был первый, какой второй, а какой пятый, это просто комбинация. Поэтому надо как-то вернуть порядок слов, он все-таки важен в жизни, да, и порядок слов возвращается таким довольно прикольным способом. на входе добавляются так называемые позиционал инкорингс, позиционал имберингс или инкорингс, то есть добавляются просто отдельные компоненты входа, которые зависят только от номера слова в предложении. Вот. И как бы получается, что у меня просто на входе есть не только имбединг, там как типа word to vector, там не word to vector, не важно, не только векторный имбединг самого слова, самого смысла, но еще и целый отдельный вектор, который просто показывает, где это слово находится. И этот вектор точно так же дальше участвует во всех этих вычислениях, представляет собой часть этого входного икса и там и так далее. То есть я в чем-то слайды эту картинку почему-то не вставил. Вот я сейчас нашел, пока искал ответ на вопрос, который у нас возник. Вот я еще вот хотел эту картинку показать. Видите, вот как-то так выглядят эти позиционал имберингс, то есть по вот по строчкам идут слова в последовательности, ну и, соответственно, этот самый длина этого позиционал имберинга типа 512, прям немало, да? Ну и вот реально там первое слово будет вот так выглядеть, второе так, третье так, и вот они как-то тут сдвигаются, что-то тут меняется. вот такая история. То есть это чисто такой технический момент, ну и, наверное, все. И вот так вот выглядел базовый трансформер, и этот базовый трансформер внезапно стал работать очень круто. То есть, ну это сравнение там сложности, это довольно условно, конечно все, это еще зависит все от сложности, как реализованы всякие операции и так далее, но типа грубо говоря, нет проблемы, видите, от единицы по сленгс, то есть типа нет проблемы дойти от одного слова до другого в рекуррентной сети на dn шагов, чтобы дойти, в сверточный, там скажем, логарифм n, потому что мы можем каждый раз удваивать, ну там не удваивать, ну понятно, как каждый раз увеличивать поле зрения, вот, а сложность на слой невелика, ну она примерно такая же, как в рекуррентном, но рекуррентный, простите, там надо и раз это запускать, а тут один, вот, и как бы все очень хорошо, то есть все очень быстро, и вот у оригинального трансформера получилось реализовать, ну, они не то, чтобы там определили новый уровень качества, да, но они типа чуток побили там при переводе из английского в немецкий, чуть-чуть не дотянули при переводе из английского в французский, но смысл в том, что вот эти трансформеры, они типа в сто раз быстрее обучались, чем большие модели, с которыми их нужно было сравнивать, то есть там какой-нибудь GNMT, Google Neural Machine Translation, о котором мы с вами разговаривали в прошлый раз, обучался с французского переводить там, ну вот 10-21 флопсов, да, а этот трансформер типа 2 на 10-19, то есть ну в 50 раз быстрее, вот, и это прикольно, это, это круто, и люди быстро поняли, что это круто, и начали с этой идеей работать дальше, и в каком-то смысле вот там весь 18-19, а теперь уже и 20-й год, это такая победная поступь трансформеров по планетам, да, и здесь как бы есть две основные ветки, скажем так, вот, давайте, давайте, откуда у нас n-4 вообще берется, как мы понимаем, какой длины мы хотим ехать, ну, я думаю, в реальности это просто, типа, достаточно большое число, то есть, типа, 128, ну, то есть, конечно, на практике мы должны просто сгенерировать токен, который означает конец предложения, и на этом оно закончится. Окей, еще, что будет, если у нас n- слишком большая, если мы этой штуке на вход подойдем в войну, и миром даже взрываться? Ну, да, взрываться. Слишком большое маточное множение. Да, взрываться, нельзя подавать войной мир. Смотрите, там, как бы, естественно, все это подается последовательно тоже, то есть, мы читаем текст, там, окно за окном, но это окно может быть достаточно большим, вот n может быть достаточно большим, и это тоже преимущество, потому что в рекуррентную сеть даже там n длины 512, уже трудненько засунуть, а сюда вполне можно. Вот, а там есть еще варианты, я уж не стал углубляться, но даже в исходной статье был вариант, вот он в этой табличке виднеется, self-attention restricted, есть вариант, где, типа, вход длинный, но, вот, эти матрицы внимания, и вот эти, все, все, все это обработка, она ограничена, там, не знаю, контекстом длины r, вот, и можно так сделать, например. Потом стали появляться всякие трансформеры, Excel и так далее, которые, ну, которые на самом деле делали что? Которые на самом деле, давайте, вот, я опять же, вот тут я боюсь соврать, потому что в деталях я, конечно, не помню, но базовая идея была такая, как в трансформере сделать длинный-длинный контекст, вот у нас есть, там, N входов, которые мы можем поместить, и базовый трансформер, он будет просто читать окно длинное N, потом окно длинное N, потом окно длинное N, и это как бы не очень круто. Это же некрасиво как-то. Да, это не очень круто. Внезапно будет все забывать. Ну, окей, окна, может быть, будут перекрываться, но все равно это не очень круто. Что делает трансформер Excel? Он как бы, ух, господи, что же он делает? Он, нет, тоже непонятно. Да, слушайте, не помню. Это легко было бы, знаете, со свертками объяснить, а self-intentional сходу не помню. Он как бы, вот, притягивает контекст из предыдущего, из предыдущих слоев. Давайте, это, из предыдущего окна. Сейчас я, наверное, гляну. Вот, что он делает. Притягивает контекст из предыдущего окна, и тем самым этот контекст становится больше. Сейчас. Вот. Есть пока еще вопросы? Пока еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а-а. А-а-а. Ага. Окей. Ну, видите, у нас с вами такой, вот, смотрите, как это устроено в трансформер Excel. На этапе тренировки все, да, понятно. На этапе тренировки мы, конечно, делим на окна, все как раньше, все по-обычному. А на этапе применения трансформера мы, когда генерируем следующее слово, смотрим на вот контекст соответствующей длины. А, вот, да, трансформер Excel борется с немножко другой проблемой. он борется с проблемой. Сейчас, нет, не та проблема. Сейчас, один момент. Так, это-то, да. Нет, вот, 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 вот. Да, ты чего? А-а-а. Сейчас, 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 сейчас я начну начну понимать. Сейчас, когда-то это все, конечно, понимал. То есть, да, я понял, о чем здесь речь. Смотрите, когда вы строите, да, тут в чем проблема с ограниченным контекстом? Проблема в том, что получается, что когда вы строите, например, там, когда вы начали генерировать новое окошко, вы, у вас вообще нету предыдущих слов, как, как, как будто бы, да, и когда нету предыдущих слов, это прям как-то не круто, согласитесь. Вот. И как добавить туда предыдущие слова, учитывая, что мы все-таки на самом деле генерируем одно слово за другим, и вот у нас окно закончилось, мы идем к следующему окну. Ну, можно сделать вот как. Можно давать контексты из предыдущего окна, вот так, как он тут, значит, хочет их получать, но эти контексты из предыдущего окна получать как константы и не таскать градиента обратно в предыдущее окно, которое уже сгенерировано, уже забыто, и мы там уже все равно все, там, весь апдейт весов уже сделали, который хотели. То есть, когда мы при обучении, мы не таскаем градиента обратно, но мы берем, и в рекуррентных сетях тоже есть такой трюк, но мы берем вот эти, значит, векторы из, векторы из предыдущего окна, и когда мы берем векторы из предыдущего окна, мы, что мы, непонятно, что мы, когда мы берем векторы из предыдущего окна, мы копируем соответствующие значения, но не таскаем обратно в градиенте. И это приводит к тому, что обучаемся мы, конечно, по-прежнему на окнах, но когда мы смотрим на фазу применения, то есть, когда мы реально генерируем длинный текст, войной и мир хотим написать, у нас вот этот последний элемент, он на самом деле смотрит на очень длинный контекст. на очень длинный контекст. Ну и там есть какие-то свои с этим трюки, я смотрю, нет, есть еще какой-нибудь интересной картиночки, но, видимо, нет. Вот, там есть свои с этим трюки, связанные с тем, как, например, позитional encodings изменить, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Хорошо. Значит, что дальше происходило? Что дальше происходило с этими моделями? Дальше, смотрите, вот давайте я вернусь на эту картинку, вот на эту. Смотрите, в трансформере есть как бы два типа обработки, да, есть два этих самых, есть два, извините, что-то я потерял мысль, есть два типа вот этих слоев, слоев, да, есть encoder, который просто смотрит на все предложения, на весь вход, и что-то с ним делает, и decoder, который маскирует и производит следующий элемент. Вот, если мы возьмем за основу слой типа decoder с маской, который производит следующий элемент последовательности, и выкинем нафиг encoder, то у нас получится такая штука, которая в принципе может обучаться строить языковую модель, то есть которая будет обучаться предсказывать следующее слово текста, моделировать распределение слов в тексте, то есть вот ей как раз надо давать войну и мир, и она будет учиться предсказывать следующее слово на основе предыдущих. Вот, это тот подход, подход построить языковую модель, это цепочка моделей GPT, Generative Pretrained Transformer, и вы, может быть, и слышали уже про них, там была большая новость была о GPT-2, а совсем недавно была большая новость о GPT-3. Вот, и значит, наверное, самое интересное, что про них можно сказать, то есть, ну, как архитектура это все ровно то же самое, тут особо ничего больше не происходит, видите, Masked Multi Self-Attention, так же, как мы с вами обсуждали, Layer нормализации, Fit Forward, Layer нормализации, и так 12 раз. Все, то есть, такой же декодер, просто в два раза глубже. Это первый GPT. А прикольно там другое, прикольно там то, как потом такую языковую модель приспособить для задач, собственно, потому что нам генерировать тексты это интересно, и это приводит к большим, прикольным всяким этим самым примерам, которыми можно поделиться, это круто. Но как потом это использовать, то есть, вот эту языковую модель, куда ее, собственно, приспосабливать. И оказывается, и это такое общее место и для GPT, и для BERT, и вообще для вот всех этих современных супермощных языковых моделей, оказывается, что на самом деле то, что получается, способно обучаться делать достаточно мощные вещи с очень простым, с очень простым, так сказать, супервиженом. То есть, вот базовые GPT, что они делали? Вот они обучили эту штуку делать языковую модель, да, а потом они чуть-чуть дообучали это на каждую конкретную задачу, которую нужно решить. И они эти конкретные задачи представляли очень таким тупым, наивным образом. Например, вот хотим мы построить, там, не знаю, решить задачу интейлмента. Интейлмент — это типологическое следствие. Это вот вопрос ставится так, следует ли второе предложение из первого. Неважно, верны они или нет в жизни, важно, следует ли второе из первого. И это, блин, сложная задача, да, это какая-то логика, это что-то такое, ну, прямо очень-очень-очень-очень семантическое. И оказывается, что мы можем обучить GPT это делать, просто, ну, конечно, нужен какой-то датасетик, потому что иначе GPT просто не поймет, что надо делать именно это, а не что-то другое. Но, типа, с очень небольшим датасетом можно обучить GPT, получать на вход два предложения и выдавать, потом, значит, выдавать вот это предсказание. Там надо вот линейный слой в конце будет уже обучить один, который будет просто банально складывать это в классификацию, действительно ли гипотеза следует из посылки. И так, как бы, про все, то есть, условно говоря, есть, хотим мы ответить на вопросы по тексту, если это multiple choice ответы, тогда, смотрите, даем вопрос, даем ответ, пропускаем через трансформер, и так для каждого ответа, потом результаты объединяем с softmax, получается прекрасная вопросно-ответная система. То есть, оказывается, что с очень небольшим дообучением, оно тут все-таки нужно, потому что, ну, а как, иначе, вопрос, непонятно, что делать, вот, с очень небольшим дообучением получаются результаты гораздо лучше, чем были раньше, сразу для многих задач и так далее, и так далее. Это была, как бы... Не очень понял. Если у нас была языковая модель, которая под словом выдает слова, то как мы ее обучаем делать, это задание? Ну, что значит по словам выдает слова? Это значит, что она 12 раз переваривает и выдает какие-то признаки, а потом тут есть последний слой типа softmax, я на нем даже не останавливался, наверное, последний вот линейный слой и последний softmax, который уже делает вероятность распределения следующего слова. но вот понятно, вот эту штуку надо отрезать и вместо нее поставить другой линейный слой. Вот и все. Потому что вот сюда приходит на самом деле просто, ну, вот та самая матрица Z из каких-то очень хороших представлений, с которыми можно делать что угодно. Вот. А там дальше еще интереснее будет. Это вот исходный GPT так делал. Вот, вот это, видите, линейный слой. Вот это типа новый линейный слой, который там все-таки обучается. Вот. А другое направление развития трансформеров это BERTA, Directional Coder Representations. И там смысл в том, что они как бы скорее взяли большой стек не из декодеров, а из энкодеров. И на чем тогда обучать? То есть декодеры, понятно, как обучать. Языковую модель обучаешь просто подавая тексты и прося предсказать следующее слово. Соответственно, что нужно сделать, чтобы энкодеры обучать? Ну, вот на вход подаются там, опять же, куски текста и надо придумать, как сделать из них задачу Superwise. Ну, задача в BERTA очень простая. Просто берем и маскируем, закрываем некоторые слова и просим их предсказать. Ну, там, правда, надо аккуратно, то есть надо вот эти маски, опять же, внутрь self-attention тоже внедрить, так же, как они были в декодере внедрены, чтобы слова не проникли в сеть. Но это точно так же делается. Вот. И, в принципе, базовый BERTA и многие его последователи обучаются вот сначала, опять же, на банальной задаче дан кусок текста, там несколько предложений или одно предложение, в нем часть слов случайным образом закрыта, и надо их предсказать. Вот такая задача, очень похожа на обучение WORTA века, кстати. И вторая задача, на которую он тоже обучается, там, обучался с самого начала, просто чтобы добавить семантики в это дело, чтобы было не так легко ответить только по локальному контексту, давайте эту маску чуть поумнее сделаем, давайте, например, дадим два предложения и закроем второе предложение целиком. И, скажем, напиши следующее предложение текста. Ну, тоже без проблем, почему бы нет. Вот. То есть, вот это претрейнинг, соответственно, опять же, там несколько этих трансформер-энкодеров друг за другом как-то так или иначе работают, и когда эти несколько энкодеров друг за другом поработали, на выходе получается опять какое-то представление, которым можно не только маскированные слова восстанавливать, а которым можно там чуть пофайн-тюнить и делать все, что угодно другое. Вот. И опять они побили лучшие результаты для всех задач, побили GPT, это был, типа, следующий шаг и так далее, и так далее. И, в принципе, сейчас на берте дело сделано очень много чего в NLP, ну, как правило, это выглядит как давайте пропустим через BERT, у нас получатся такие крутые эмбеддинги, которые учитывают не только само слово, но и его контекст в этом, в этой части текста, вот, и вот на этих эмбеддингах потом будем решать задачи какие угодно. И все эти задачи какие угодно решаются очень неплохо. вот. Значит, ну, вот это красивые картинки про BERT, но они на самом деле относятся к любому трансформеру, то есть, про базовый трансформер тоже есть такие картинки, то есть, что я хочу здесь показать, я хочу показать, что вот эти карты внимания, эти головы внимания, которые обучаются в таких моделях, они обучаются делать очень прикольные штуки. Вот на этом слайде они обучаются делать еще пока не очень прикольные штуки, типа, вот эта голова просто, типа, равномерное распределение реализует, эта голова смотрит на следующий токен, эта голова смотрит на конец предложения, эта смотрит на точку, ну, вот, что-то в таком духе. А есть головы, которые делают прямо потрясающие семантические и синтаксические вещи, например, смотрите, вот это, вот этот пример, здесь как бы существительное смотрит на слова, которые являются его определением. То есть, вот там law in the complicated language in the huge new law has modified а слово law смотрит на in the huge new, в большей степени, чем на что-то другое. Или вот здесь executive смотрит на the former. Вот. вот, и получается, что вот эта голова внимания, она дает 94% точности в определении вот этого отношения, кто является определением для чего. Что является определением для чего. То есть, если взять датасет, в котором это реально размечено, то вот просто это сама собой обучившаяся голова self-intention будет выдавать там 95% точности. понятно, это далеко не рекорд, там, эту задачу можно решить на 99%, но, видите, здесь не было никакого датасета, это получилось само собой unsupervised, это просто, а просто оказалось, что это это отношение полезно обучить для того, чтобы там предсказывать следующее предложение в тексте, и вот оно обучилось. И вот, и тут очень много таких довольно глубоких и интересных синтаксических и семантических вещей, которые сами собой получаются в процессе обучения таких трансформер-моделей. Вот. И сейчас уже есть очень много разных берто-подобных моделей. Я так сейчас просто пару примеров каких-то покажу, расскажу. Есть, например, Elmo, который производит эмбиддинги с контекстом. Ну, ладно, бог с ним, это не суть. Важно, там еще какие-то LSTM-ки, фиг с ним, неважно. Вот. А интересная штука Ernie. Ernie, там они их всех зовут как маппеты, потому что типа Берт это маппеты, вот тут Elmo, Ernie, Гровер и тому подобное. А, значит, Ernie строит пайплайн предобучения на основе разных задач, которым можно легко породить примеры. То есть, что это значит? Это значит, что Берт обучается только на предсказании замаскированных слов, а у Ernie Ernie добавляет сюда что-нибудь еще интересного. То есть, например, скажем, ну что тут, Capital Prediction, типа скажи, будет ли у этого слова заглавная буква в начале. Это сложная семантическая задача, но опять же, примеры для таких задач очень легко сгенерировать автоматически просто из текста. или там Sentence Reordering, типа давайте предложение перемешаем и спросим, а получился ли правильный порядок или неправильный, или типа перемешай их обратно. Или там вот это, наверное, важно. Давайте попробуем маски строить тоже не просто случайно, а по-умному. то есть давайте возьмем какой-нибудь Knowledge Graph. Я вообще думаю, что добавление Knowledge Graph оно как бы ну это, наверное, следующий фронтир, так сказать, потому что у нас есть очень много знаний, очень много фактов и отношений между фактами в окружающем мире, которые мы знаем, которые записаны в некотором достаточно формализованном виде, но которые непонятно как использовать, непонятно как вставить их в такие модели, например. Вот, это будет очень интересно этим заняться с одной стороны. А с другой стороны, ну вот ну что, как пока, к сожалению, это все довольно в радиментарном виде, но уже помогает даже в радиментарном виде. То есть, что делает Эрни, например, Эрни модифицирует построение масок в предобучении, используя эти знания. Сусловно говоря, если там предложение Harry Potter is a series of fantasy novels written by J.K. Rowling, то Берт просто случайные слова закроет и получится там m. Potter is a series m. fantasy novels m. by J.K. Rowling. И, конечно, много ума не надо, чтобы просто запомнить, что между J.R. Rowling идет k. Да, это всегда так. ну, come on. Вот. И то есть, вот здесь не надо смотреть вообще ни на какой глубокий контекст, не надо ни на какую глубокую семантику, просто надо посмотреть на слово слева, слово справа, и все будет однозначно определяться. А что сделает Эрни с таким же предложением? Он, например, сделает так. Harry Potter the series of m-m, потому что fantasy novels это типа устойчивое словосочетание, которое есть в базе знаний, written by m-m-m, потому что это тоже устойчивое имя человека, которое есть в базе знаний. И получается, что чтобы эти маски восстановить, надо уже знать, кто написал Harry Potter. Это гораздо сложнее, чем просто локально в контексте сказать, что есть такая сущность J.K. Rowling. Вот. То есть ну вот что-то в таком духе, я думаю, оно нас еще ждет и еще ждет. XLNet давайте пропущу. Тут такая техническая идея, как переставлять токены и сразу во всех перестановках что-то предсказывать. Вот. Сейчас очень интересная тема идет и совсем недавно она идет в она приходит в какие-то эти самые она приходит сейчас уже в какую-то более-менее практику. Вот. Сейчас я вам тоже покажу одну статейку. Как эти все трансформеры присобачить к картинкам? И вообще идет трансформер он действительно шагает по планете и начинает не только НЛП революционизировать, что он уже очень давно делает, а начинает действительно приходить и в другие области. То есть уже есть трансформеры, которые работают в распознавании речи. Например, вот там совсем недавно была статья существенно улучшила все результаты в распознавании речи. И, ну да, там не только это, там всякие трансдюсеры и еще что-то, но типа признаки извлекаются трансформером из звука. Вот, например, в прошлом году был Visual Bird, который писал подписи к картинкам, пропуская все через трансформеры. Картинка здесь пропускается как набор объектов, выделенных каким-нибудь object detection, условно говоря, набор bounding box и мы тоже тут эти bounding box потом как-то обращаем на них внимание, уцениваем, как они друг с другом связаны. Тут, конечно, есть тоже positional, coding, все такое прочее. Вот, есть даже Video Bird, но Video Bird он не то, чтобы прямо видео генерирует, он там скорее нарезает кусочки других видео, но тем не менее он может, скажем, по тексту рецепта сделать видео иллюстрацию к тому, что там происходит. Это прикольно. Вот. И наоборот, может по видео написать caption к нему, то есть, что происходит на captionе, это тоже прямо прикольно, и он довольно хорошо семантически это делает. А вот статья, которую я хотел показать, она вышла типа месяц назад, 22 октября, на архиве появилась, но она чуть пораньше вышла, как бы была подана на рецензию, вот, от Google Research An image is worth 16 by 16 words. И они на самом деле, вот чем эта статья интересна, тем, что они на самом деле не сделали ничего такого уж потрясающего. То есть, смотрите, они сделали, ну, слайды я еще не успел добавить, они сделали, ну, вот есть картинка, вот картинку давайте разрежем на кусочки, и давайте кусочки будем подавать как там, кусочек плюс position embedding в трансформер. Да? Вот. И все. И дальше трансформер, там он тоже глубокий, что-то как-то, и понимаете, что получается? Получается, что в результате они улучшили качество на каких-то суперклассических избитых до невозможности задачах, типа там классификация топ-1 на имиджнете. И они это сделали, обучаясь там в пять раз быстрее, чем предыдущий лучший вариант, про который, по-моему, упоминал noisy student, как там, типа, как unsupervised обучение добавлять, чтобы улучшить качество. Вот. А и это прямо круто. Это прямо прикольно. Вот. А и в пять раз здесь, а если взять модель поменьше, она будет несущественно хуже, а иногда даже не хуже, а обучаться будет, ну, соответственно, в 20 раз быстрее, а не в 5. Вот. То есть трансформер оказался очень хорошей архитектурой. И это, ну, для меня пока некая загадка почему так, но это уже несомненно, и понятно, что он, что это очередная такая небольшая смена парадигмы в машинном обучении, которая, ну, не знаю, вряд ли последняя, но тоже хорошо, что так. Вот. Ну, а что дальше происходило с GPT-семейством, GPT-семейство, вы, наверное, слышали, был GPT-2, был GPT-3, то есть GPT-2 и GPT-3 тоже, это, по сути, те же трансформеры, те же декодеры, те же GPT, но просто они гораздо больше размером, они глубже, у них больше контекст, больше матрицы, у них больше датасет, и на самом деле, вот, давайте я, может быть, покажу что-нибудь, на самом деле, они очень, ой, почему так, где я, сейчас, а, enter не нажал, вот, на самом деле, они, ну, очень, очень хорошо генерируют тексты, и GPT-2, и GPT-3, тем более, вот, и вот это, например, там, пример статьи, который, знаменитый пример, статьи, которую написал GPT-2, и ему дали вот такой синопсис, типа, как промпт, который нужно продолжить, in a shocking fighting scientists discovered a herd of unicorns, living on a remote and explored valley in the ends, even more surprising was the fact that the unicorns spoke perfect English, то есть, ну, специально дали пример, который, ну, типа, заведомо бессмысленный, потому что, чтобы GPT-2 не мог просто вспомнить какую-нибудь статью на эту тему, и из нее кусками начать цитировать, потому что статей на эту тему, очевидно, не было, вот, и, и он написал прямо круто, то есть, он придумал доктора Хорхе Переса, и почему Хорхе Перес? Ну, только потому что Анда, да, то есть, GPT-2 понял, что Анда это там, где какой-нибудь Чили, и там бывают доктора с именами типа Хорхе Перес, и университеты типа University, University of La Paz, вот, и они, значит, и вот он что-то тут рассказывает, 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 и потом, вот это, вот это на самом деле поразительно по сравнению с предыдущими моделями, то есть, он написал пять абзацев, после чего вспомнил, что там еще было что-то про английский язык, и вернулся к этому, и вот, вот, вот такая длина контекста, это уже очень круто, раньше такого не бывало, вот, вернулся к английскому, и там что-то такое рассказал, ну, тут как бы можно заметить некие неточности, но, в принципе, это совершенно, конечно, совершенно потрясающе, вот, но это GPT-2, а GPT-3 делает еще лучше вещи, у меня, наверное, уже нет времени показывать примеры, но я вам прям советую погуглить, почитать, там, мне больше всего понравилось, мне очень понравилось интервью с Альбертом Эйнштейном, когда там дают маленький кусочек промпт, типа, кто такой Эйнштейн, чтобы, ну, чтобы модель правильно понимала, что происходит, вот, и дальше, значит, и дальше задают вопросы, а модель, типа, продолжает это, как будто, как будто это интервью, и вот это, кстати, тоже важный момент, современные такого рода модели, там, GPT, типа, они уже могут очень сложные, прикольные вещи делать вообще без дообучения, вот я вам рассказывал про файн-тюнинг, и в файн-тюнинге, типа, ну, я вам говорил, что файн-тюнинг нужно делать для того, чтобы модель вообще поняла, что нужно делать, так вот, у современных моделей этого можно добиться, просто написав это прямо во входной текст, то есть, типа, например, там, reading comprehension вопросы, можно задавать таким образом, вот текст, по которому будут вопросы, а потом просто несколько примеров, чтобы модель сообразила, что после Q идет вопрос, а после A идет правильный ответ на этот вопрос, и вот вы дали несколько примеров, вот это все, это просто входной текст, и дальше вы задаете новый вопрос, пишите A и просите продолжить, и она продолжает реально ответом, который имеет там, ну, типа, очень хорошее качество, чуть-чуть не дотягивает до лучших моделей, которые прямо специально обучены на вопросы отвечать, то есть это, конечно, офигенно, вот, и с GPT3 та же история, и, наверное, последнее, что я скажу, вот была очень клевая, прикольная статья Grover в середине 2019 года, ну, как бы формально статья была посвящена распознаванию фейковых новостей и фейк-ньюс, но реально, конечно, там основной прикол был в порождении фейк-ньюс, вот, и там они взяли GPT2 за основу, и смотрите, ну, в чем единственное отличие, у новостей есть, как бы, несколько разных полей в записи, не просто текст, 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 текст потоком, а есть, как бы, текст, есть заголовок, есть автор, есть домен, есть там, дата и так далее, и они обучились со всеми этими переменными разными, и получилось, что, типа, можно, ну, как бы, генеративно их модель может не просто написать статью на эту тему, а написать статью на эту тему, как бы это сделал sitewired.com, или как бы это сделал там Fox News, или Braidbar, или кто-нибудь, вот, или там, как бы это сделал конкретный автор, если это известно, ну, вот в таком духе, а может, наоборот, распознать авторов по тексту, и что они сделали, вот это совсем потрясающий эксперимент, ну, естественный эксперимент, они попросили людей пооценивать тексты, которые, новостей, которые генерируют модель. И, ну, что, вот что прикольного они сделали, они сделали это по отдельности для, так сказать, настоящих новостей, и для, так сказать, фейковых новостей. Ну, как они это отделили, просто, грубо говоря, взяли несколько сайтов, несколько доменов, где прямо заведомо более-менее появляются именно фейк-ньюс, пропаганда, всякая и так далее. Вот, и попросили модель генерировать новости с этих доменов, ну, и для сравнения, соответственно, с нормальных доменов. И что у них получилось? У них получилось, и потом они попросили людей, вот это человеческие оценки, они попросили людей оценить, насколько хорошо написаны эти новостные статьи. То есть люди не знали, человек или компьютер это написал, просто ставили оценки, причем, смотрите, оценки по такому, ну, человеческому шкале, типа стиль, содержание, общая оценка. Вот. И получилось, что если для настоящих новостей все-таки модель пока еще не дотягивает, хотя уже совсем чуть-чуть и почти совсем, то пропаганду и фейк-ньюс, она пишет прямо лучше людей уже. Ну, то есть здесь, соответственно, брались человеческие новости с этих сайтов и машинные новости, которые подделаны под эти сайты. Вот. И, блин, вот это наше будущее, да, то есть не знаю насчет колумнистов, а за репортеров я бы уже беспокоился. Просто по заголовку, по теме можно написать новость, которая не очень отличается от настоящей. ну, правда, пока еще эти модели не умеют, вот я, собственно, это сказал несколько минут назад, пока еще они не умеют все-таки вплетать факты в эти новости. Когда еще можно будет дать набор фактов и сказать напиши про них, вот тогда будет совсем уже конец репортерства человеческому. Ну, и последние новости GPT-3, вы, наверное, слышали. Тут у него уже параметров больше, чем нейрончиков в человеческом мозге, и они действительно, ну, на самом деле все очень прикольно, вот, но в основном разница в том, что они просто очень-очень большие, им нужно очень много компьют, и в итоге получается очень мощная модель, которая действительно обучена на очень большом датасете и действительно делает все очень-очень хорошо. Вот. Ну, вот такие дела. Наверное, я уже должен бежать дальше, но более-менее я так постарался довести до современного положения дел в трансформерах, и я думаю, что это будет продолжаться, и я думаю, что трансформеры... Ну, вот, посмотрим, насколько подтвердятся новости про картиночки. Если подтвердятся, то, наверное, трансформеры и Computer Vision тоже вот-вот революционизируют. А с NLP это уже сто процентов произошло. Вот такие дела. Есть у вас вопросы. Спасибо. А в PrincePortment Learning что-нибудь такое уже появилось? Там же тоже как бы траектория это последовательное состояние, значит, ее тоже можно как последовательное подпадать с каким-то сниманием. Не, но там все-таки вы приходите в среду, и она вам говорит ответ, то есть у вас нету... Ну, окей, нет, ладно, может быть, может быть. То есть, если собрать опыт и потом на этой траектории обучаться, ну, давайте, вот, смотрите, сейчас посмотрим, один момент. Давайте, вот я... Я не знал, честно, но, смотрите, Transformer Base Reinforcement Learning for Games. это, видимо, какие-то первые эксперименты пока. Как, что, что у нас? Я, наверное, немножко сноб в этом плане, но я что-то вот не очень верю в департментов Mechanical Engineering университета Бамбея, вот, но, как видите, люди уже начинают этим заниматься, скажем так. Вот в DeepMind я верю. Вот так. И что они попробовали? Что они попробовали? Непонятно. Так. We provided evidence that confirms previous observations and transformer models are too unstable to train in the RL setting and often fail to learn completely what, что говорят. We presented a new architectural variant increased performance more stable optimization greater robustness. Ну, хорошо. Wider adoption of transformers in RL. Хорошо. И это было год назад. Окей. То есть с тех пор может быть еще что-то появилось. Ну, надо, надо искать. Не знаю. DeepMind это что? А, это та самая статья. Вот. Так что я так понимаю, что там это дело тоже начинается, но просто так в лоб, видимо, не сработало. Вот они ищут, как модифицировать трансформер. Ну, и в DeepMind я верю, что-нибудь найдут. Ладно. Спасибо за внимание, коллеги. И увидимся через неделю. Что-нибудь еще обсудим. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok